Офицер воздушно-десантных войск, герой России и по совместительству скромный и немногословный парень. Все эти слова о Максиме Шикине. На встречу с героем пришли ученики военно-патриотических клубов, а также кадеты президентского училища. Подрастающее поколение с большим интересом слушало истории Максима. Непосредственно при десантировании уже вступили в госпротивникам. Часть подразделений находилась на аэродроме для обороны, для недопущения совлета на технике. Максим родился в семье военного офицера. С самого детства его воспитывали в идеях патриотизма и любви к родине. Над выбором своей будущей профессии Максим долго не размышлял. Решил пойти по пути своего отца. Никакого давления со стороны родителей не было при выборе профессии. Руководствовался всегда теми словами. Отец мне говорил, что кем бы ты ни стал врачом, шахтером, футболистом, главное, чтобы ты приносил пользу родине. У меня уже склад характера был такой, что я пошел после школы в Суворовское училище, оттуда в Рязанское училище и после уже полноценно присвоили офицерское звание и начал защищать родину. До начала специальной военной операции Максим выполнял задачи в зоне проведения контртеррористических операций. Также принимал участие в работе миротворческой миссии в Казахстане. Ну а с 24 февраля перед капитаном были поставлены новые задачи. За боевые достижения во время спецоперации Максима Шикина наградили медалью за отвагу и орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Полноценно не расскажешь. Это значимая часть уже истории и нашей жизни, жизни нашего подразделения. Могу только сказать, что всему предшествовала тщательная подготовка, поступил приказ, произошла тренировка и результат налицо. Остальные все подробности сказать не могу, когда-нибудь они, возможно, станут известны, но полностью подразделение выполнено поставленную задачу. Подобные встречи с настоящими героями России в ДОСАВ проводятся регулярно. Организаторы этих мероприятий не сомневаются, что живое общение с сильными и стойкими людьми для школьников проходит не зря. Вы знаете, я вам так хочу сказать, что слово, например, «активно привлекать молодежь», оно в данной ситуации неуместно. Собственно говоря, это мы должны делать постоянно. Вот я вам так хочу сказать, что у нас отличная молодежь. Если ее направить в определенное русло, это будет еще лучше молодежь, чем она есть на самом деле. Поэтому такие встречи с людьми, которые жили с нами, ходили с нами по одной улице, сидели где-то за той партой, где ты сейчас сидишь, они очень актуальны. Можно очень много что-то рассказывать на пальцах, а можно это показать, продемонстрировать и рассказать, что вот этот человек учился в такой же школе, как ты, сидел за такой же партой, и учителя у него были одинаковые, и вот что он достиг. Когда закончилось мероприятие, у Максима стало на одну медаль больше. Ему вручили юбилейную почетную награду 95-летия ДОСААФ. Никита Лукьянченко, Вячеслав Юшкевич, АТВ Ставрополь.